Здравствуйте! Сегодня от Сахи до Сахи приехала в арт-усадьбу Гуслица. Почему мы здесь? Потому что здесь стоят целых два дома, которые интересуют лично меня. Как одеться, когда ты едешь в творческую усадьбу? Решил одеться как гопник из ГТА. Всячески провоцировать и узнавать все самое интересное. Вот моя ша задача. Под нами озеро огромное. Лети, душа. Он не заходит? Нет. Автобус отправляется в другое измерение. Знакомься, Одесса. Глаза стоят такая яркая. Осуждающий посмотрел на мой костюм, по-моему. Если это первый дом в моей жизни, я хотел его сделать сам. И раздеваю. Ой, как красиво. Прям пронизывай, знаешь? Здесь везде волны. На сайте у них почитал, что главная миссия арт-усадьбы – создание творческих пространств и, внимание, ревитализация заброшенных территорий. Вита – это жизнь на латыни. То есть можно было сказать просто оживление, но это не солидно. Как бы ты назвал, Дима, этот объект? Это? Скучный тетрис, может быть, из столько прямых палочек. Или же… Соседские заборы. Или же прическа огромного деревянного негра. Передаем сброесть. Автобус отправляется в другое измерение. Художники, такие художники. Это бешеный Макс. Как это называется? Скажи, этот стиль называется стимпанк. Детальки. Стимпанк, брат. Держится на трос. Конструкция не предполагает, что он будет стоять самостоятельно. Ну, это же как надо было заморочиться. Смотри, здесь это… Это шланги для воды, для горячей и холодной. Позапрошлый век, это Савва Морозова, мануфактура входила в состав. Полностью немецкий проект, который реализован. Все здание стоит на металлических штифтах. А видите, чугунные такие вставки? Это вот троса, которыми стянут дом. Потому что под нами озеро огромное. И вибрации от железной дороги. И его, когда уже проектировали, вот сделали так. Это интересно, фактикторное решение. Это еще с 19 века? Да. Вы не были на лестнице, наверное, да? А вот там лестница чугунная, которая помнит еще те шаги. Просьба закрывать за собой калитку. Вход там, но хочется смотреть, что здесь. Ими гордиться гуслицам. Теперь и нами гордиться гуслицам. Теперь и вами гордиться гуслицам. Вот чугун. Чистое литье. Сколько ему лет? Века два. Вот, ребята, если вы не видели, то это… Это международная арт-резиденция, построенная для того, чтобы люди приезжали, творили. Здесь были 20 мастерских разных абсолютно направлений и мастеров, которые дают мастер-классы. И, в общем-то, создают какие-то новые пространства и вот такие архитектурные объекты. Геодезический купол по технологии Natural Space Dome с использованием коннекторов. Диаметр 7 метров 60 сантиметров. Принцип геодезического купола разработал бакмистер Фуллер. И Деннис Джонсон в 1971 году запустил производство вот этих коннекторов. И в первый же год было построено порядка 360 домов с использованием… В 1971 году? Да. Познакомились с одной сюда. Гуслица костюмерная. Глаза стоят такая яркая. Походу, с Кубани тоже девчонка. Здесь праздновали Новый год в стиле «Алиса в стране чудес». Здесь же ребята репетируют. Атрибуты Нового года, я так понимаю. Слушай, я бы здесь отметил Новый год вообще. Лестница с поломанной перспективой. Чумовая вещь. И здесь часы, которые 12 бьют. Ты подкручиваешь эту штуку. Оп. И лети душа. Заброшенный. В общем, это тоже. Это современное искусство, которое мне не понять. А знаете, что это такое? Это огромный палец, который гусличные люди советуют вам поставить под нашим видео. А мы ставим такой же палец вверх этому арт-комьюнити. Уже понятно, первая бизнес-начинка, так сказать. Приезжай, фоткайся. Во-первых, как сработано? Влагостойкая фанера. Здесь пропитка идет. Это вентиляция, да, вентиляция. Холод не заходит? Нет, она закрывается. Когда я слышу фанеры, ну я профан, мне кажется, что это ненадежно. Ну, фанера один из надежнейших конструктивных элементов. Да, я могу, ну хорошо, не я, а какой-нибудь... Бандалоустойчивость? Слава Паветкин может приходить. Нет, 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 доска скорее, чем фанера. Ну, конечно, уже склеены же несколько слоев. Скажи, в интернете гуляет мнение, что любят селиться здесь насекомые различные, караеды? Насекомые из моего... Ну, во-первых, как-то я не очень представляю, как караеды по металлу и зачем ему лезть сюда, да, для него непонятно. То, что насекомые, то, что форма является бионической, то, что они облетают ее, это факт. Это я сам наблюдал на дизайн-заводе «Флакон». Везде город, индастриал, а вокруг купола летают и насекомые, да, все, птицы облетают, все хорошо. То есть, как бы их тянет сюда, да, по твоему мнению? Не тянет их, наоборот, они не встречают конфликта, да, то есть они спокойно совершенно преодолевают вот эту форму. Вот мой любимый экспонат, один из, потому что это лаконично и здорово, еще и прикладно. Конечно, никто бы не рискнул нарезать здесь помидоры, но эти Адам и Ева мне очень нравятся, как они творчески склонились друг к другу. Прямо есть прям любовь в этих эскетичных формах. Слякоть, скомканные лица, ушатала нас столица. Я так больше не могу, я хочу уехать в ГУЛ. Это Билла называется. Ой, как красиво. Прямо пронизывай, знаешь, здесь везде волны. Про распределение волны на собственном эксперименте могу сказать, что волна распределяется в куполе прекрасно. Звуковая? Любая. Если физику вспомнить у нас, если есть препятствие для волны, она проходит его. Если есть хоть один градус отражения, она отражается, отражается по короткому плечу. Тем самым проживает наибольшее количество времени. Храмовые постройки все, именно по этому принципу. Плюс есть Михаил Лиман, замечательный человек, который написал Конституцию жителей Земли, где у него в работах в патогенной точке Земли он показывает, что купола – это есть не что иное, как пробки, которыми человечество закрывает выход патогенной энергии. Потому что, поставив купол, мы гармонизируем уже эту энергию. И храмы, старые храмы, он приводит пример, фотографии, где, например, стоит храм, и у него на стене идет трещина. И рядом, если есть дерево, то это дерево повторяет эту трещину. Это все есть фотографические, показанные вещи. Поэтому бояться надо не куполов, бояться надо как раз пятиэтажек. И не просто пятиэтажек, а именно хрущевок. Потому что, если у человека над головой нет ничего, то он превращается, ну, я не знаю, в собаку, наверное, конура. То есть никакого сознания, никакого полета мысли, никакой энергии над головой. И цари всегда жили в суворчатых, да. И сталинки стоят по 4,20 потолки, там 4,60. Тоже не просто же так. Так вот, взяли и в хрущевки засунули людей, для того, чтобы у них не было. Кроме газеты «Правда» и минимальной квадратной площади. Проще управлять, проще управлять. А мужика, у которого свой дом, свое хозяйство натуральное, им сложнее. Будь со мной, подпишись, колокольчик, жму, запишись на жизнь мою. 86 самых творческих людей одновременно могут здесь находиться. Не учитывая те, что могут разместиться в глэмпингах и палатках. Вот такая вот бизнес-модель. Ну, здесь есть и хостелы, есть и сферические дома, есть и просто номера, как в гостиницах. И везде, везде, ребята, творчество и искусство, везде. Все это приковывает взгляд, все это зовет сюда, создает свой вайп непередаваемый. Только этот местный гусличный вайп. Знаете, что-то написано? Лизок силы. Понимаете, как хотите. Вот. А это надо сделать или это делают тебе? Зависит, от того, какой-то номер снял. Не могу пока понять, какие чрезвычайные энергии. Понимаю, что жарковато здесь, наверное. Ну, тепло, тепло специально. И вот посмотреть окно изнутри тогда у нас. Пожалуйста. Вот он коннектор. Вот здесь вот коннектор. Это костеро-утеплитель из конопли, экологически чистый. Поэтому здесь никто и не живет, как раз на ваш вопрос. Это очень весомая статья, во-первых, эксклюзив, да? Дорого-долго. Это не дорого-недолго. Значит, сейчас при современных технологиях работ компаний по заказу окон здесь ничего особенного нет. Заказали в компании в Егорьевске и сделали. То есть ничего здесь, да, абсолютно. Никакого здесь гениальности нет. Я просто считал, что даже под купольные дома, под компанией, как бы свои субподрядчики формируются, которые налаживают этот процесс. Нет, я думаю, что это маркетинговый ход именно тех компаний, которые, там, не знаю, пытаются повысить стоимость прибавочную себе. Безусловно, это выше по стоимости, нежели чем прямоугольный, потому что прямоугольный типовой, да, но это 20-30%, ну, 40%, ну, это не какой-то там космос. А то, что используются стекла, здесь обязательно триплекс, потому что никто не хочет, чтобы прилетел там, да, камень сверху и осыпалось стекло, да, требований есть именно к этому. Потом запорные механизмы, наверное, используются все-таки выше категории, не средние, не низкие ценовые сегменты. Ну, если это в сумме дает 20-30% прибавки к типичному стеклопогену. Ну, может быть, даже еще больше. Ну, даже если... Ну, пусть два раза. Да, даже пусть два. Ничего страшного. За 25 лет, как говорят американцы, вы возвращаете себе все деньги, потраченные на строительство, только на энергосбережение. 9 тысяч квадратных метров отапливаемой площади и 14 тысяч общая площадь этой фабрики. Вся она живет, копошится. Керамическая студия Владимира Соломатина. Керамические изделия Владимира Соломатина. Огромные пространства Владимира Соломатина. Что я хочу сказать. Невозможно сделать франшизу «Гуслицы», понимаете? Потому что она такая одна. Насколько одинок художник в своем творчестве и самобытен, настолько же одинокая и самобытна эта творческая усадьба. Из таких кальянов вы еще не курили, ребята. Мы не курим, кстати, вам не советую. Как вот это назвать? Дива дивная. Чудо чудное с глазами и трубочкой. Арт. Современное искусство, друзья. Его невозможно понять. В нем можно только очутиться. Не создавал. Вы посмотрите. Кто-то замешивает тесто. Но это же красиво. Это глина. Это кухонька женская, опять же. Да. Зона все есть. Даже есть посудомойка. Все коммуникации убраны за... Внутрь, да. Здесь идет обогрев. Вот то, что отверстие. Стас, правильно понимаю, что окна может у кого-то поставить? Абсолютно. Можно поставить по солнцу, как солнце движется. То есть взять и выложить полностью. И всю линию. Прошлость это будет продать? Нет. 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 Здесь же каркас он сам по себе несет. О-о-о-о. Здесь. Вот здесь можно какие-то, да, ловить. Энергии. Энергии, да. То есть находясь в сфере. Ну, я бы легко поменял свою студию в химках. И причем по цене я и бы еще и выиграл. Мне это не нужно, ты бы сказал. Тебе не нужно. Именно это тебе не нужно. Тебе нужно вот, можешь взять и найти то, что тебе нужно. Ты говоришь о том, что мысли индивидуально, да? Не строй типового. Нет. Нет. Здесь под каждого человека, под его потребность, под его назначение разрабатывается свой проект. То есть типовой может быть общественный, как вот это пространство. Да, как гостиничный номер, как точка притяжения интересная для гостиницы какой-то. Это да. А для жизни уже вот, что ты ищешь, да? То это вот, вот ищи, смотри, какая площадь, какой диаметр. Все люди рождаются равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать по отношению друг к другу в духе братства. Из Генеральной конференции ООН. Нью-Йорк, 1947 год. Цитата, что надо. Здесь летом очень хорошо. Это наверняка барная стойка. Столики, столики, курильня, мурильня. Крутая. Вот там наш дом. Белый кран. Причем красиво тоже, ребята. Все здесь неспроста. Им не хватает просто белой простыни. Они сделали раму, и ты смотришь кино в картине. Вот так. Тут закрыто. Да, конечно. Тут все открыто всегда. Основное преимущество – это энергоэффективность. Вот она есть. Чем она достигает? Формой. Формой за счет движения воздушных потоков. То есть так как нет угла, нет места, где обмен идет холодного воздуха. До горячего на холодный. То есть нет, идет постоянное движение. За счет этого 20, 23, 25% мы получаем только за счет формы. Отсутствие углов создает полет, движение мысли. Можно и такое придумать. Да, то есть какие-то вещи. Есть, конечно, какие-то свои. Может быть, когда люди приходили и говорили, как мы поставим холодильник, прямоугольный холодильник, как мы поставим. Ну, я считаю, что если люди первым вопросом интересуются холодильником, то это, наверное, не им. А художнику или кто хочет развиваться как-то духовно, развивательно. Музыкальная студия сложна чем? Великолепное распределение звука. Если мы поставим колонку там, вот, любимый эксперимент, позволь. Да. Вот так вот, вот так вот. Стой. Можно убрать это очень быстро. Я не могу сказать, что мне на уху говорят. Абсолютно правильно. Я для этого так и сделал. Поставил тебя, чтобы говорить шепотом. Можно шепотом. Я? Он как будто бы здесь. Да, я тебе в уши говорил. А Дима нас не слышит. Может не слышать. А я тебе буду говорить. Это так звука бегать по кругу? Вот так волна раскрывается и сходится. То есть мы как-то внутри колонки находимся. Вот. И таким образом, если это понять, то понять, как двигается другая волна и световая. То есть почему лампочки круглые? Почему лампочки не квадратные, не круглые? Потому что свет рассеивается, волна рассеивается лучше световая. Мы узнаем всегда что-то новое. От Сахиба Сахиба. Это Андрей Колосов. Его работы. Это один из таких колоссов, очень интересных художников, взрослых, состоявшихся. И фотографов, который сделал целую работу таких. У него больше 50 таких голов. И с каждой головы выходит что-то свое особенное. Его работу покупал и императорский музей Японии, и Лувр. То есть, да. Он резидент Гуслица. С момента основания. Как тебя зовут? Карина. Карина, видишь, как хорошо. Мама, привет. Карина работает здесь. Волонтерит в столовой. Столовая, это удивительное, тоже творческое пространство. Ты берешь, во-первых, тарелки сам. Отсюда. Ты моешь их сам. И чашки, и тарелки. И все ты делаешь. Это от души и на совесть. Об этом сигнализирует объявление на каждом столе. Иди ко мне. Вот эти работы. Снимай наверх, пожалуйста. Вот эти работы. Сделала Алиса Собянина. Это были разголотые чашечки. Она их подреставрировала и делала такое панно. Алиса Собянина это сказала? Да. Сергей Семенович, ваше дело живет. Разрежем вертикально с тобой мысли. Там утеплитель, там пароизоляция. Теплитель из костры. Из костры, конопли, да. Костры, да. То есть, скажи, вот идет слой, потом идет... Фанера. Сколько идет? После фанеры что? Порядка 20 сантиметров идет утеплитель. Пленка. Ветрозащита. И потом идет, соответственно, здесь пароизоляция внутри. И самоутеплитель. Ветрозащита. И стоит сверху здесь ПВХ-тент. Именно здесь используется для общественных. Но, в принципе, можно любой сделать финишную кровлю. То есть, начиная от гранки. То же самое, да, красивые, интересные. Из лиственницы или же там засиненные. Началось то, есть, дом покрывает эти конструкции и металлическим листом и медным листом, тоже вырезая под треугольники. То есть, возможность покрытия внешнее, финишное, она не ограничивается. То есть, все строительные технологии здесь могут быть применены. Здесь только форма, а принцип сам каркаса. То есть, ничем от каркасного дома этот дом не отличается. Здесь видим как раз коннектор, о котором я говорил. Вот его оставили. Вот он. Вот он сделан в форме Мерседеса. Вот. Не вставляется губа. И шплинтуется просто. Вот шплинт стоит. Все. Вот эта губа накинута. За счет этого коннектора? За счет правильных вот этих вот углов. А, вот еще что нужно. Да. Ты их задаешь или они? Да, нет, я их задаю шаблоном. То есть, расчетом и шаблоном. За счет этого я делаю вот эту вот окружность. А шаблон зависит от диаметра? От диаметра, да. Это 1В технология, та же самая, геодезический купол. Вот они, те же самые коннекторы. Вот это используется как глэмпинг, история. Да, да. Это интересно в том, что здесь все ребра одного размера ошибки быть не может. То есть, берем шестиметровую доску, режем на три части. Вот здесь вот два метра, да. Накидываем вот эти вот губы, которые как раз вот видны. Вот, здесь. И быстренько их закрывают. Пару часов, условно. Два-три человека. Пару часов, да. Покрытие, соответственно, тоже можно ПВХ тентом накрывать. Можно, как здесь, фанерой. И причем фанера или сайкл, это самые, которые вот нашли. Шеф-монтаж. Дома комплект 86300. Шеф-монтаж 30. Шеф-монтаж, это когда не ты делаешь, а за тебя все готово? Нет, не когда за тебя, а когда тебя, ну как бы специалист стоит и учит, и говорит шеф-монтаж, ну шеф, руководитель монтажа. Скажи, хорошо, при желании. Вот если, например, вот я строю большой дом и хочу где-то жить в маленьком, чтобы у меня, если холодно было, тепло. Здесь можно? Ну, тут нужно. Печка условно. Абсолютно. Вот зайди внутрь, жалко нет свет, но в принципе, вот она кровать, вот она кровать, вот от этой линии до этой, вот идет кровать на стил. Вот здесь идут полки, которые бытовые нужны. Здесь можно поставить вот ту же самую печку, вывести отверстие кухонька, вот и все. Сюда можно положить утеплитель и тоже зашиться сверху. Это самый компактный, экологичный и при этом вместительный дом, доступный в двух вариантах, разница в длине ребра и следствие с площади и высоте. То есть это еще маленькая, да? Это мой самый маленький. Может побольше быть. Не может быть, а если мы делим шестиметровую не на три, а на два, получаем три метра ребро, то у нас получается двухэтажная конструкция. И всего лишь чуть дороже будут материалы. Ну, за счет стоимости кубов дерева, да. То есть гораздо лучше вот этих вагончиков, которые реально стоят настройки. Основная ценность все-таки это в коннекторах, да? То есть основная ценность, которая дает скорость, простоту. Если это первый дом в моей жизни, я хочу его сделать сам. Ты сам сделаешь, да. Ты соберешь совершенно спокойно. Тебе нужен набор коннекторов, расчет, схема сборки, длина ребра и все. То есть это собирается намного-намного проще, чем любая абсолютно технология. Это прям такая икея. После ковида у нас столько людей стали заниматься делами и сами начали своими руками что-то делать, что как раз это сейчас прекрасно. А окно, как вы понимаете, вот окно. Ну, хотите квадратные мансардные, пожалуйста, 16000 рублей, врезали. А как мне дверь сюда помахать? Если здесь быстро, то это тент, который на молнии растет и застегивает. Самое банальное, что первый приходит. Любую дверь, пожалуйста, врезали. Вот она. Вот дверь. Как на корабле, дверь открываем и через порог пересыли. То есть это такая прекрасная идея для детских домов на дереве, например. То есть легкость конструкции, простота сборки. И дети будут просто, вот они пищали здесь, сами разрисовывали и все, довольные жизнью. Когда мы взяли и купол 7-метровый отапливали 1,7-киловаттником вот, сферу, то мы при минус 25 имели внутри плюс 21. Один обогреватель. Больше ничего. Все. Вот когда это живьем вот так видно, что эта энергоэффективна, тогда видно. Если взять лампочку, разместить ее в центре, включить ее наверху, то он рассеивает настолько хорошо, что, опять же, достаточно. Я сейчас ее включил, но она не так уж и нужна. В принципе, вот этого окна достаточно для того, чтобы воздух рассеялся, свет. Та же световая волна, да, она отражается от стенок и ее наполняет пространство. И звуковая, то, что мы делали, это же то же самое. То есть, чем она дольше проживает, тем она дольше живет. От этого понятно, что и человек, наполняя себя здесь, если уж в эзотерику какую-то, да, там лезть, но это только и таким эмпирическим путем, когда женщина приезжает, говорит, у меня голова болит. Сидела полчасика. Я берегу. Я берегу. Я родила. Вы мои дети, да. Вот, нет. Как раз, если, опять же, про беременность, то форма живота женщины, она все-таки не квадратная. Да, и в природе очень мало угла как такового. И архитектор-создатель с нами разговаривает как раз языком природы, да, а человек с его эго как архитект разговаривает языком угла. Например, что у меня впечатлило? Первая волшебная. Первая волшебная это Люба, которая... Люба. Люба, которая... Люба, братцы, Люба. Первая волшебная. Люба, это ты. Привет. Первая волшебная. Мы не будем сразу, как это появилось, все понятно. Ты дизайнер одежды, правильно? Ты делаешь... Да, да. Живое творчество ходячее, да. Живое творчество ходячее? Ну, в плане, мое самое любимое дело, это что-нибудь пошить, починить, и я делаю это каждый день, так что... Здесь все фанаты ресайкла, ты тоже делаешь из старых тканей? Да, конечно. Вот я как раз держу, я такая, думала, ее повесить, но вы зашли, думаю, не буду туда вешать, буду показывать. Угу. То есть я, во-первых, люблю старые ткани и люблю вещи, которые крутые, но, может быть, с ними случилась какая-нибудь там дырочка или пятнышко, и я вот их чиню и ставлю какие-нибудь такие заплаточки. На эту же тему даю мастер-классы. Девчонкам объясняю вот про эти стишки, это японские стишки, Сашка. Ух ты, японские стишки, а зовут по-русски Сашка. Сашка. Сашико. Их что к тебе, у тебя люди ходят, покупают это все потом, правильно же? На выступах люди ходят и даже ищут иногда, где Люба спрашивается. Угу. Некоторые меня знают. Первая волшебная Люба, так тебя искать. Да. Для того. Программчик прям люблю, там я органик фэшн дизайнер. Будь со мной, подпишись. Вот это, например, домоткань, то есть сотканная руками ткань на деревянном станке, как в старинном. Ммм, я видел его. То есть сохранили технику и сделали сейчас. И вот синенькие нити, они окрашены индиго. Индиго – это листики, то есть никаких химикатов. Потом, если раствор вылили в воду, ни одна рыбка не умирала. Когда Люба сказала никаких химикатов, она осуждающе посмотрела на мой костюм, по-моему. Вот это вот надо закрывать, мне кажется, лого надо закрывать. Есть такой тренд лого закрывать чем-нибудь. Ксай, это мне нравится. Давай запгрейдим. Давай. Да? Да. Ну, снимай тогда. Ой, у тебя бренд на бренде, ты вообще забрендованный. Мы живем в 21 веке, они делают это. А мы переходим в 22. Предлагаю, значит, Адзидаст закрыть лейблом счастья. Это мой фирменный. Он, в принципе, на всех моих вещах в том или ином виде присутствует. Это вот ты сейчас будешь с японскими и работать? Да, с ручными стежками. Сейчас я померю, не только хватит, хватит. А вот это самая неблагодатная, наверняка для тебя сугубо химическая ткань. Не помеха? Слушай, ну мне эту синтетику хвалили. Там есть чмошная синтетика, это мы выбирали хорошую. Спорт стайл, кэжуал такой. Я очень извиняюсь. Я очень извиняюсь. Я люблю, да. Слушай, а ты у тебя рост подходящий, да? Давай в 33 сыграем. Кто впервые попадет, тот и. А где кольцо-то? Ну ты молодец. Учился, занимался? Я чуть-чуть, да? У меня разряд чуть-чуть есть. Да ладно? Ну да. Ну давай. Ну я промахнулся. Хорош. Сейчас я волну-волну, надо вспомнить купольную волну. Купольная волна сейчас. В сапогах, конечно, не красиво. В отца. Ты можешь ответить мне. Отсюда-то, да? Да. Ты знаешь, дайте правила заказного. Хорош. В русском языке называется вперед-иголочка. Но он у нас не вырос в такую культуру, как он вырос, например, в Японии. Я сейчас покажу какую-нибудь. Вот, когда вот так вот все бабахано стежками, то есть в России такого не было. Этот стежок такой считается второсортный какой-то, наметочный, его потом вынимают. А вот в Японии вещи, которые с ног до головы вот с таким вот. И вот шапка тоже у Стаса. Вот. И вот когда много заплаточек, это стиль Боро называется. Это твое, да. Счастье. Учитывая этот действительно сейчас бум уж точно в крупных городах, на хендмейд, на диайвайд. Расшифруй, пожалуйста, диайвайд. Что это такое? Do it yourself. Yourself. Да. Своими руками что-то сотворить. И когда ты заканчиваешь то, что ты хотел сотворить, допустим, какую-нибудь дырочку, или вот логотип закрыть, и у тебя потом такой взрыв эндорфинов. И вот такое счастье прям накрывает. То есть все об одном. Разрешаю прям мыслям свободно течь в голове. И какие-то решения сами приходят. Такое ощущение, что, конечно, там посылаю все. Потому что без мозга совсем, просто на интуиции. Вот вы, женщины, так умеете. Да, женщины. А у нас у мужчин как Газманов пил «Мои мысли, мои скакуны». Да, у вас как у мужчины. Словно искры взорвут эту ночь. Обгоняю безумие, ветром шальный. Хороший цвет, смотри, залетел. Вообще залетел как родной. А вот этот темно-синий прям понтон прям. С левой, это левая? Левая сторона сердца. Сейчас тебе жизнь пойдет наладится. Все, по-моему, с гору. Я на себе ощутил, что такое дом сферы. Я провел там ночь. Я не знаю, как уж там какие-то эзотерические волны ходят. Но аналогия с животом беременной женщины меня очень впечатлила. Мы все там были 9 месяцев, правда. Без исключений. Было хорошо, спалось хорошо. И я склоняюсь к тому, чтобы на своем гитаре поставить именно такой дом. Но не целая сфера, а купольное строение. То есть сохранить полезную площадь пола первого этажа. И воздвигнуть купол. Хотя в интернете бытует миф, что сделать это очень сложно. И нужна помощь квалифицированных специалистов. Здесь сегодня мы узнали, что сделать это можно буквально своими руками. Были бы материалы. Узнать правильные углы. От сахи до сахи. Следите за тем, как мы осваиваем загородные территории. Это очень интересно, полезно. И дышится легко.